Сад земных наслаждений Ханс Бельтинг в своей книге «Сад Радости», изданной в 2002 году в Мюнхене, пишет о том, что «Сад земных наслаждений» создавал не для церкви, а для частной коллекции и называет имя заказчика и первого владельца триптиха, Генриха III, герцога Насаву Брега, будущего придворного императора Карла V. Работу много раз копировали по заказу богатых людей различными способами, в разных масштабах и с весьма разным качеством. После смерти Андрея III картина перешла в собственность к его племяннику, а в 1568 году Фернандо Альварес де Толедо, герцог III Альбы, конфисковал триптих и отправил в Испанию. Король Испании, Филип II, коллекционер Работ Босха, получил его в результате аукциона в 1591 году. В 1593 году картина была размещена в монастыре Искариал, выставленном в Мадридском музее Прадо с 1939 года. Ни одна из картин Босха не породила такого количества интерпретаций, менялось даже ее название. В конце 16 века трептих называли «многообразие мира», а в 17 веке «тщеславие и слава». Первым расшифровать произведение взялся испанский монах Фрей Иосиф Сигуэнца в 1605 году. Он считал, что в нем дан собирательный образ земной жизни человека, погрявшего в греховных наслаждениях, и забывшего о первозданной красоте утраченного рая, и потому обреченного на гибель в аду. Он писал, «На мой взгляд, различие между картинами этого художника и картинами всех остальных заключается в том, что остальные стремятся изобразить человека таким, каким он выглядит снаружи, в то время как один лишь он имел достаточно мужества изобразить человека изнутри». Оригинальное название этой работы Босха доподлинно неизвестно. «Садом земных наслаждений» ее назвали еще позже. В целом, ни одно из имеющихся на сегодняшний день толкований картины не признано единственно верным, при том, что большинство их появилось уже в XX веке. Этот триптик сохранился лучше, чем большая часть крупных алтарных образов Босха. Картина переполнена прозрачными фигурками, фантастическими сооружениями, чудовищами, обреченными плод галлюцинациями, адскими карикатурами реальности. Три части работы посвящены раю и сотворению человека – левая панель, аду – правая панель и земному бытию – центральная часть. И каждая из этих частей соткана из неимоверного количества разнородных символов – библейских, фольклорных, алхимических. Сад земных наслаждений – своеобразное изображение земного рая, где упразднен естественный порядок вещей, и полновластно царят хаос и сладострастие, уводя людей от пути спасения. Тут христианские аллегории смешиваются с алхимическими и эзотерическими символами, что породило самые различные гипотезы относительно религиозных чувств художника и его сексуальных склонностей. Некоторые исследователи полагают, что Боск принадлежал к секте Адамитов, существование которого в его времена, однако, вызывает сомнения. Выполнена работа маслом на дубовых панелях. Дата работы неизвестна. Например, Людек Фамбалдас в 1917 году уверял, что это ранняя работа Боск, тогда как Детолней в 1937 году отнес ее к серии работ 1503-1504 года и даже позже. Дубовые панели удалось датировать между 1460 и 1466 годом, но следует понимать, что до использования дерево много лет тогда обрабатывалось и выдерживалось до кондиции. Так что еще совсем недавно триптих датировался 1504 годом или около этого, когда Солнце и Луна сошлись за декальном томе рака. По уточненной датировке триптих был написан между 1510 и 1515 годами. Впервые же в исторических документах триптих упомянут в 1517 году, как часть интерьера дома на Сау в Брюсселе. По свидетельству бильтинга, с триптихом Босуха полагалось совершать определенные манипуляции. В начале его созерцали с закрытыми створками и видели довольно традиционный монохромный образ мира до появления в нем человека, а затем распахнутым, цветным, потрясающим и зашленностью изображенного. Согласно бильтингу, створки алтаря открывали слуги по приказу хозяина, когда гости после первого бокала вина были расположены к какому-нибудь развлечению. В центральной части ряд сцен изображает истинный сад наслаждения, некое эротическое сновидение, едва ли не единственное в творчестве боской идиллию. Обширное пространство сада с фантастически огромными, причудливыми растениями, заполнено обнаженными мужчинами и женщинами, которые лакомятся исполинскими ягодами и плодами, играют с птицами и животными, лечатся в воде, открыто и бесстыдно предаются любовным уртехам во всем их разнообразии. Гигантские фрукты – это сексуальные символы, вызовшие к жизни определение, которое дал этой картине Сигенса в 1576 году. Картина суетной славы со вкусом земляники или граната. В центре композиции боска вокруг купающихся в бассейне Венеры женщин кружатся от аваркадов садников, оседлавших оленей, грифонов, пантер, кабанов и фантастических чудовищ, символизирующих планеты и созвездия. Несколько фигур с едва заметными крыльями парят в поднебесе. На фоне травы и листвы сверкают бледные тела обитателей сада, кажущиеся еще белее рядом с тремя-четыремя чернокожими фигурами, расставленными в этой толпе. На горизонте позади переливающихся всеми цветами радуги фонтанов и построек виднеется главная линия постепенно тающих холмов. Наслаждающееся человечество оказывается пассивной жертвой растительной и животной природы, окружающей людей, ловушками в виде гигантских ягод, насекомых, оживающих скал и прочих сюрреалистических деталей. Множество многих юных мужчин и женщин окружают причудливые сооружения. Четыре замка тщеславия или тригона, заполненные акробатами, поющими птицами. Замки собраны из растений, мраморных скал, бусин, из золота и драгоценных камней, но вызывают ассоциации с панцирем, клешнями и усами рака, как и фонтан в раю. Странные коралловые конструкции в центре композиции, похожие на те, что изображены на левой створке, исследователи также считают астрологическим символом рака. Считается, что главная цель художника – показать литворные последствия чудовищных удовольствий и их эфемерный характер. Алоэ вливается в обнаженную плоть, коралл прочно захватывает тела, раковина захлапывается, превращая любовную пару в своих пленников, что для босхо-садземных наслаждений – мир распленный любострастием. И вот в башне прелюбодеяния, чьи оранжево-желтые стены сверкают подобно кристаллу, обманутые мужья спят среди рабов. А стеклянная сфера, в которой предаются ласкам любовники, и стеклянный колокол, укрывающий трех грешников, иллюстрирует голландскую пословицу – «Счастье и стекло, как они хрупкие». Некоторые ученые видели в центральной картине иллюстрацию к знаменитому средневековому роману о розе – своеобразной библии эротической культуры этого времени, где вместо райского сада воспевается сад любви, и все оттенки человеческих чувств и состояний представлены с помощью аллегории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Левая створка изображает последние три дня сотворения мира. Небо и земля произвели на свет десятки живых существ, среди которых нужно увидеть жирафа. Это мифическое животное – камелопард, помесь леопарда с верблюгом. Слона и мифических зверей наподобие единорога. В центре композиции поднимается источник жизни – высокое, тонкое, розовое сооружение, отдаленно напоминающее котический табернак, украшенный затейливой резьбой. Субтитры создавал DimaTorzok На переднем плане изображена сцена соединения Адама и Евы Богом. Это Бог, представляющий Еву Адаму в раю. Взяв Еву за руку, Бог подводит ее к только что очнувшемуся нато сна Адаму, и тот смотрит на нее со смешанным чувством удивления и предвкушения. Сам Бог предстает в облике Христа, второго лица Троицы и воплощенного Слова Бога. Тут мы находим множество животных символов. Кролик, символизирующий плодовитость, дирает на траве дракон и дерево напротив, представляющие вечную жизнь, а также ряд животных, которые были экзотикой для тогдашних европейцев, в том числе жираф, слон и лев, убившие и готовы вот-вот поглотить свою добычу. На переднем плане из-за большой дыры в земле появляются птицы и крылатые твари, некоторые из которых реальные, а некоторые напротив. Фантастический пейзаж художник населяет множеством реальных, а также нереальных видов флора и фауны. Тут и трехголовая птица, и крылатая рыба, и морской конек единоров, и даже существо с рыбьим хвостом, читающее книгу. Слева обычный кот держит тело ящерицы в своих челюстях. Чуть выше, на небольшом дереве справа, змея обвелась вокруг ствола. Рядом сидит мелкая мышь. В соответствии с некоторыми толкованиями, оба животных являются универсальными фаллическими символами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 обнаженную женщину с жабой на груди, обнимает черный демон с ослиными ушами. Лицо женщины отражается в зеркале, прикрепленном к ягодицам другого зеленого демона, такового возмездия тем, кто поддался греху гордыни. Грех лени, видимо, символизирует грешник справа, внизу с бумагой на коленях, которому гомункулус, в рыцарском шлеме, протягивает перо чернильницу. Пожар на заднем плане доски грозит распространиться и все уничтожить. Сполохи пламени окрашивают воду в багряный цвет, делая ее похожей на кровь. Литературным источником босховского ада музыкантов считается сочинение «Видение Тундала», изданное Хертогенбосе в 1484 году и описывающее мистическое посещение авторам «Рая и ада». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В закрытом виде триптих покрывает грязалевое изображение, монохромная живопись. В хмурых тонах изображен мир на третий день после того, как Бог сотворил его из великой пустоты. Прозрачная сфера, до половины заполненная водой. Внутри земного шара, выступающего из тьмы небытия, происходит разделение элементов. Из воды выступают очертания суши. Над окутанной туманной пеленой землей клубятся грозовые облака. Земля уже покрыта зеленью, окружена водами, освещена солнцем. На ней еще нельзя встретить ни людей, ни животных. Но что именно хотел изобразить босх, мнения расходятся. Либо это земля на третий день творения, либо после всемирного потока, посланного Богом человечеству за грехи. В эти времена земля еще не содержит человека или животных. Босх изображает лишь какие-то переходные формы. Не то кристаллы, не то растения. Над безлюдным пейзажем маленькая фигура Творца на престоле с книгой в руках. Венценосный образ Бога лишь слегка виднеется в левом верхнем углу. Надпись на левой створке по верхнему краю гласит. «Он сказал и сделалось» Псалтирь 32 стих 9 На правой «Он повелел и явилось» Псалтирь 148 стих 5 Распахивает темные створки первые дни мироздания, созерцающие картину, как бы попадало время, когда все задуманное Богом уже свершилось, цветное, соблазнительное и тревожное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok